Механизмами наведения, ну как бы сказать, выводим эти стрелочки на вот эти боковые уровни. Здесь два уровня, боковой и продольный. Выводим таким образом, чтобы они были, пузырьки, на середине. Ориентир. А это перестраивать потом не надо будет? Кого? Это уровни стоят, да? Нет, нет, нет. Получается, вы смеете очень. Высилили сначала на прицеле, то, что сказали, а потом уровни. Вот смотрите, выстрелили на прицеле. Это уровень не учить, правильно? Нет, это минометр для строкбольного, понятно, да? У нас вот он жестко связан, горизонтальный уровень и затемный, чтобы придать. Но вот здесь особенность, да? Что это? Существует. У минометов боевого, да? У него есть механизм, да? Это как? Как сделать? А у строкбольного он электрический. У него угол изменяется, да? Ну, вращением здесь стоит сейчас двигатель, да? И он как бы крутится, да, передает движение, ну, вот этим углом. Больше-меньше относительно. Поэтому мы здесь сейчас не придадим, да? То есть, получается так. Здесь выводить так, чтобы здесь вышел уровень на середину. Поковой, вот это маяковой, это продон. Соответственно, когда... Вот эти части? Да, киевики. Прошу-то. Да, конечно, 50 раз отождусь. Когда они у нас... Как вы сказали? Вот, сейчас. Вот эти дополнительные выводим, придаем угол, чтобы он вышел на середину. Ну, немножко не отрегулировано здесь механизм, да? Чуть-чуть это отрегулировано. Потому что прицел купленный, а второй раз в жизни. Ну, сбитый, да? Ну, выводим его на середину. Значит, при этом, например, мы ориентированы, да? Ну, например, вам тот крайний выключатель, да? Левая сторона. Или палка такая. Кабин-канал. Кабин-канал, да? После этого мы механизмом, вот, проведение под резонтом, да, наводим, да? Так, чтобы здесь было... В принципе, основные принципы проведения методов, если здесь закрыто не будет. Сразу вопросы. Кому что непонятно. Сан-Заказские позиции как? Как нам наводились? Ориентировать. Вот, смотрите. С понедельника у нас будет усоль. Она используется как средство ориентирования. Есть такой способ ориентирования орудия, миномета в основном на проблении. До этого нам нужно будет иметь координаты ледевой позиции, то есть место, то что стояние, миномета. И сориентировать положение ствола по горизонту в основном направлении ствола. До этого нам необходимо, как правило, делать с помощью усоль. Высоль ставим или на место пивой позиции, по способу, или при установленной ненамече на пивой позиции. Смотрите, сейчас без усоли как-то тяжело. Ну, грубо говоря, когда ориентируют высоль, в основном направлении, потом наводят ее на пивой позиции, и просто говорят, по угламер 5320. Выставляем 5320, по горизонту, после этого, чтобы у нас был зазор, в центральном положении, чтобы он жил право-доворачиваться, до лево-доворачиваться. Грубо, поворачивая механизм, так, чтобы была точка, ну, в смысле, высоль. Уровняки. Музырьки выводим на середину. И точным наведением, точным наведением по горизонту, по горизонту, наводим направление на высоту. Музырьки. Считается, что у нас миномет сориентирован в основном направлении. Потом нам нужно выбрать на местности, в каком бы хорошо видимом местных лицах. Грубо говоря, не сбивая механизма наведения, мы наберем, только отчетный механизм наводим по горизонту. Снимаем показатели и записываем. Этот угломер у нас, например, будет, ну, можно делить, да, показания угломерной шкафы, например, 45 метров. Все. Теперь, когда будет у нас, пойдет команда, цель такая, цель 103, остальное направление правее 1,50. Вот мы к угломеру в основном направлении, 1,45,0, прибавляем 1,50, и получается у нас угломер какой? 45,0, ну, мы навели. 46,50. Устанавливаем вот отчетный механизм 46,50, и наводим механизм наведения миномет на, куда? На цель. Так, чтобы мы видели, вот, основную точку наводки. А, ориентир. Ориентир, да. Основная точка наводки. Все.